сегодня у нас очередное видео с подгоном от канала алка эксклюзив но сегодня видео не совсем обычное если предыдущие выпуски были про старые релизы про редкие релизы сегодня у нас нечто совершенно иное внезапно иван коллекционера зовут также меня иван прислал мне вот такую бутылочку это современный релиз от японского производителя сантори дистиллерия ямазаки 12 лет а вторая бутылка это макалан 12 лет дабл каск тоже современный релиз ничего необычного как обычно иван прислал мне пустые бутылки и отливашки из этих бутылок и попросил сравнить два эти виски макалан точнее макалан как говорят любители виски и ямазаки потому что это это 12 лет это это довольно знаменитые производители сравните говорит я немножко напрягся потому что я хоть и не пробовал макалан 12 но наслышан что это виски так себе и опять-таки я не пробовал ямазаки но наслышан что это виски вау я полез посмотрел цены на них макалан даже сейчас можно купить в красном-белом за 7000 рублей 07 бутылка от 05 там бутылка 07 а ямазаки хрен купишь пришлось полазить по интернету я нашел за 26 сравнение крайне загадочное после этого я обратился к алка парфюмер есть такой канал посмотрите кто не знает там человек любит виски разбирается виски и можете позволить разные виски вот говорю такая вот разница в цене такие виски стоит ли их сравнивать горюк чувствую я подвох в этом он говорит да ладно не такая уж большая разница в цене принципе ерунда ну раз для любителей виски это ерунда мне-то чё сравню фигня вопрос наливаем ну и пока виски думает над своим поведением давайте поразглядываем бутылки макалан макалан это ну кто не знает это хеннесси в мире виски самый популярный самый титулованный но при этом не самый лучший вот ну точно как хеннесси считается что каждый любитель виски должен попробовать макалан обязательно я до сих пор не пробовал я даже купил бутылку вот нашел в пятерочке за 200 вот такую пол литрушку вот она у меня там видно есть есть у меня пол литрушка тут же на халяву прислали поэтому поэтому ура поэтому будем пробовать и и так что мы тут видим 12 лет дабл каск дабл каск то есть две бочки подразумевается что какие-то разные бочки используются и я сначала думал что бурбон и херес соответственно но нет на сайте написано что бочки только из-под хереса а почему они разные потому что часть из них из американского дуба а часть из них из европейского дуба пробка из крошки а крышка представляла собой единое целое вот с этой пластмассовой гильзой алкоголь 40 процентов лет 12 сантори очень интересный цвет стекла как у старых коньяков вот старая хеннесси бутылка она такого же цвета но это релиз современный девятнадцатый год тут просто пластмассовая закрутка крышечка и все в чем выдерживался этот японец абсолютно непонятно на сайте никакой информации нет давайте нюхать пробовать с чего начнем шотландии шотландия ночь на хересный пыльный какой-то аромат по первому впечатлению повы даже спирт слышу да может спиртуозный какая-то легкая водочность присутствует такой замоченный в коньяке изюм так что у нас тут есть изюм старый засохший мед есть выпечка есть имбирь ну или какая-то вот перечность до печеньки имбирные печенье которые называются пеппер кака ощущение какой-то выпечки пропитанной алкоголем ромовой бабы может быть причем на алкоголь не поскупились маханули она и ханули пробуем сладкий сладкий похоже на бленд на такой жиденький 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 сладенький вкусненький но не искать вкусненький но не интереснее вспоминаешь конь там на вулин да просто небо и земля короткое послевкусие переходящие в спирт тебе советовали его как первый виски нет слава богу любители виски макалан 12 не любят есть как его дабл касс а есть трипл касс и вот это одни из самых нелюбимых релизов у любителей виски постоянно слышу про них негатив какой-то он такой простой простой чего в вкусе и риски какая знаешь коровка забродивший такой изюм есть из шоколадки вот ром изюм да ром кстати ром изюм действительно риттер спорт до ром изюм да 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 спорте более яркий вкус я бы сказала тут он такой бледненький и все это сопровождает спирт ну грубо говоря водка не яркая такая она нюансная но именно ну водка да вот банальная водка во вкусе и в аромате есть он точно фингалму действительно я соглашусь с любителями виски действительно такое себе давайте японца нюхай в японце 43 процента алкоголя а в макалане 40 и первое что слышишь после макалана это парфюмерии тут конечно аромат гораздо интереснее это персики это выпечка это вишня или может быть даже миндаль да вот какие-то цианидные штуки синильные сливовая пастила специи душистый перец мускатный орех давай пробовать вот это вкуснятина это густое маслянистое такое первое это выпечка сдоба бриошь да скажем по умному бриошь потом идут тропические фрукты но он приходит глава и есть что-то от не вспоминаются мази вот знаешь я плохо помню что это было что-то на основе медвежьего жира что ли меня детстве растирали когда простыл меня растирали какой-то штукой по моему это было на медвежьем жиру и что там еще растирали вот почему-то она мне сейчас вспомнилась причем по вкусу я-то и не пробовал я только обонял а тут именно попробовав этот напиток она мне вспомнилась яркая фруктовая кислинка сладинка тоже довольно яркая перчинка милая не ну это классные виски чем могу сказать оттенки солода во вкусе есть в аромате их вообще нет а во вкусе есть и мне кажется что твоя мазь это слушай да 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 наверное да наверное да но как-то вот они так хитро сделаны виски дышит появляется аромат горячего сена разогретого на солнце в целом аромат сушеной травы сухой травы ощущение зноя луговых цветов да вот что-то такое летнее что такое теплое фруктовая нарезочка а у меня все-таки скорее выпечка возможно с фруктами но вот выпечка первое что услышал это выпечка в нем и выпечка и вот она у меня доминирует наверное какие-то пироги у меня ананасик даже может пирог с ананасом не ну классная штука слушай а ну-ка давай макалана махану после него ну первое что слышишь после ямазаки понюхав макалан это спирт а дальше вот тот самый залежалый изюм и старый мед вот их вот эти моменты из-за чего мы называем их залежалым и старым вот именно они как-то вылезли вперед как их назвать вот какой-то чулан какая-то заватленность и спирт да когда изюм сожрал шашель какой-нибудь ты открываешь пакет с изюмом а там так я пить собираюсь ну да после ямазаки как будто бы выпил ну что это я не знаю метаксы маханул я не буду какие-то такие ощущения то есть во первых спирт во вторых сладость причем такая банальная простая ничем не обоснованная да вот сладость какая-то вот сладость и сладость просто как будто бы сахар насыпали а на послевкусии ощущается картон и крафтовая бумага вот эти мешки коричневые они еще с таким ванильным ароматом обычно вот они появляются в макалане после ямазаки а теперь ямазаки ощущается сливочная бочка сливочность ваниль какие-то кремовые ноты пошли вот когда его сразу после макалана употребляешь там просто подышал я без макалана употребляю есть сливочность повышенная я не знаю что хотели под этим опытом получить любители виски ну во первых иван который мне это прислал и попросил сделать сравнение во вторых алкопарфюмер который сказал что да нормальное сравнение конечно снимите тут сложно как-то сравнивать вообще виски за 26 тысяч лучше чем виски за 7 в принципе разница небольшая как мне сказали поэтому как бы ну когда будете покупать лучше купите ямазаки макалан хуже если вспомнить по чем там на вулин то виски за сколько он там тысячи четыре четыре с половиной сейчас много тоже лучше чем виски за 7 причем гораздо но я-то вот это за 200 купил за 200 можно кого-нибудь подарить да вот у меня сейчас такая мысль что открывать ее не буду потому что ну я не оценил этого мне это напоминает бленды я слышу водку да немного но я услышу поэтому для себя это открывать точно не буду подарить на тому кто ямазаки хоро посмотрит почему ты так как-то вот выразился ты знаешь что под роликом напишут нормальные виски зажрались и все знаешь сколько любителей там черного пешехода например или кого-нибудь дюрс 12 вот эти вот дорогие бленды некий такие же ассоциации steam виски ладно а ямазаки хорош хорош собака иван большое спасибо эту штуку я точно не куплю хоть на разница небольшая в цене но вдруг все-таки а макалан я пожалуй не буду я тоже